Дамы и господа, здравствуйте! Мы продолжаем нашу предыдущую тему «Бинарные отношения». Я напомню, что вообще говоря, бинарным отношением мы называем произвольное множество, все элементы которого являются парами. То есть R – бинарное отношение тогда и только тогда, когда любой х, который там лежит, он является упорядоченной парой каких-либо множеств. На самом деле мы знаем, что каждое бинарное отношение, оно будет под множеством Декартового произведения двух специальных множеств – «Рэнч» и «Дом», где «Дом» – это область определения, и «Рэнч» – это область значений нашего бинарного отношения. Это множество, соответственно, первых и вторых координат этих пар. Ну, определение мы с вами смотрели там такое. «Дом» – это все такие элементы объединения-объединения «Р». Именно там будут жить «А» и «Б» для «Х», принадлежащих «Р». Ну, такие вот, что существует «Б», такой, что пара «А» и «Б» попадают в «Р». Очень хорошо. Вот. Ну, а теперь мы с вами хотим двинуться немного дальше и рассмотреть, что же можно делать с бинарными отношениями. Ну, поскольку это множество, естественно, мы можем применять к ним всевозможные теоретики множественной операции. Например, если у вас есть какой-то универсум, роль которого играет Декарто произведение двух множеств, вы, конечно, можете рассмотреть дополнения, скажем, до этого универсума. Если у вас есть два бинарных отношения, вы можете взять их объединение или пересечение или еще что-нибудь. Но нас сейчас будут интересовать именно те операции, которые специфичны для бинарных отношений. Собственно говоря, их две. Собственно говоря, их две. Вот у нас есть такое понятие, как обратное отношение или обращение. Обратное отношение. Что это такое? Ну, оно определяется следующим образом. Это множество всех таких пар вида БА. Я так пишу немножко уже не совсем аккуратно. Надо написать множество всех таких Z, принадлежащих Декартову произведению Range R и Domer. Обратите внимание, в обратном порядке. Таких, что эти Z, они являются парами, где перевернутая пара АБ, она попадает в R. Ну, опять-таки, мы не будем уже заниматься здесь излишней формалистикой. То есть, что такое обратное отношение? Обратное отношение – это множество всех пар, где у нас А и Б, первая и вторая координаты, поменялись местами. Такое множество существует, ну, потому что оно просто берется как под множество произведений. Range R и Domer R. То есть, с точки зрения наших аксиом теорий множеств, которые гарантируют существование каких-то множеств, здесь все хорошо и никакой проблемы быть не может. Вот. Ну, давайте приведем пример. Например, если у нас, скажем, есть такое отношение R, который состоит из двух пар. 2-3 и 3-3. Вот мы можем в качестве диаграммы это подобным образом изобразить. Есть стрелочка из 2 в 3, есть стрелочка из 3 в 3. Какие же у нас стрелки будут, какие пары будут жить в обращении R? Ну, пара 3-2 и пара, естественно, 3-3, потому что при перемене мест координат у нас вторая пара, она переходит в себя. То есть, R в минус 1 у нас будет выглядеть вот так вот. Какими свойствами обладает отношение B в минус 1? Ну, на самом деле, в качестве упражнения легко доказать, что его поле, то есть, объединение, объединение R в минус 1, но это то же самое, что поле исходного отношения, то есть, множество всех точек, которые являются первой или второй координатой. А вот домен и рейндж, они, естественно, меняются местами. Мы оставляем это в качестве легкого упражнения. Ну, вот. Ну, еще пример уже на этот раз бесконечный. Если вот, например, взять натуральные числа и отношение меньше, да, на множестве натуральных чисел. Оно, собственно говоря, состоит из таких пар MN, пар натуральных, где M меньше, чем N. Немножко тавтологически мы так пишем, но мы считаем, что оно нам уже дано. То что будет его обращением? Обращение получится, если я все пары, так сказать, во всех парах координаты поменяю местами. Значит, N, M будет принадлежать отношению меньше. Тогда пара MN будет принадлежать такому отношению, то есть N меньше, чем M. Но если N меньше, чем M, то M у нас, естественно, больше, чем N. То есть обращение такого отношения, оно равно просто отношению больше. Мы все пары переворачиваем. На самом деле, с одним только обращением мы мало что можем сделать, но тем не менее давайте что-нибудь докажем. Ну вот, скажем, обращение-обращение равно самому отношению. Почему это так? Доказательство очень простое. Нам надо доказать, что элемент принадлежит одного множества тогда и только тогда, когда он принадлежит другому. Ну, уже опуская излишние подробности, мы можем однозначно представить любой такой элемент в виде пары, ну и рассуждать соответственно. Что значит, что пара XY попадает в такое множество? Ну, значит, пара YX попадает вот в такое. Переворачиваем еще раз, пара XY попадает в R. То есть любой элемент попадает в R тогда и только тогда, когда он попадает в R дважды обращенный. Значит, эти множества равны. Ну, и еще одно утверждение, которое нам будет интересно отметить, это то, что операция это монотонно относительно включения. Ну и вообще, это следует из того, что объединение, обращение, объединение, оно будет равно объединению обращений. Многие студенты немножко на это неправильно реагируют, им кажется, что обращение должно заменить объединение на пересечение. Но это не так. Надо понимать, что обращение это не дополнение. Оно не делает из маленького множество большое, из большого маленькое. Оно просто изменяет сами пары. Ну, формальные доказательства, опять-таки, совершенно тривиально. Но что значит, что пара XY попадает вот сюда, в такое множество? Это означает, что пара YX попадает в объединение P и Q. Ну, то есть, пара YX попадает в P или пара YX попадает в Q. Ну, вот на данном этапе нам, кстати, удобно ввести некое сокращение. Ну, вместо того, чтобы писать, что A, пара A, B попадает в R, вместо этого вводят такое сокращение. Вот сокращенно можно написать вместо этого A, R, B. Ну, подобно тому, как мы с вами пишем обычной нашей жизни, 2 меньше 3, вместо того, чтобы писать, что 2 пара 2, 3 принадлежит отношению меньше. Вот можно ввести такое сокращенное обозначение. То есть, сокращенно у нас будет YPX или YQX. Ну, и, соответственно, можно перевернуть и получить, что XP в минус первый Y или XQ в минус первый Y. Это означает, соответственно, что у нас пара XY, она попадает либо в P в минус первый, либо в Q в минус первый, что и требовалось. Значит, эти два множества равны. Существует еще ряд интересных соотношений такого рода, но мы займемся этим на семинаре. А сейчас мы перейдем к более важной операции, к самой важной, которая у нас называется композиция. Композиция бинарных отношений. Что же это такое? На самом деле, с композицией многие из вас, я думаю, знакомы из анализа, когда речь шла о композиции функций. Композиция функций всюду определенных, она задается таким равенством. Ну, чтобы задать функцию, как мы знаем из анализа и как мы увидим, так сказать, в нашем курсе, достаточно задать ее значение во всех точках. Ну, то есть, мы знаем, что значение композиции функций F и G в точке X, оно равно значению функции G в точке F от X. То есть, по сути дела, что есть такой композиция? Композиция – это функция, которая состоит из применения, можно сказать, двух функций. Сначала применяется F, потом G. Ну и, соответственно, рисуется стрелочка. На самом деле, функцию мы будем понимать как частный случай бинарного отношения. И, соответственно, понятие композиции, оно будет работать не только для функций, но и для всех бинарных отношений. Пусть у нас P и Q – это какие-то бинарные отношения, совершенно любые множество пар. Ну и тогда по определению композиции P и Q, обратите внимание, что она как бы записывается в обратном порядке. У нас вначале будет действовать отношение, которое мы пишем вторым точно так же, как вот по традиции это пишется для функций. Итак, что же это такое? Это множество пар X, Z, где X приходит из домена P, а Z приходит из рейнджа Q. Множество таких пар, что существует некий такой Y, что пара XY попадает в P, и пара Y, Z попадает в Q. Ну, может быть, это выглядит немножко страшно, немножко это шокирует, но на самом деле особых оснований здесь для шока нет. Что значит, что пара X, Z попадает в наши отношения? Когда у нас есть стрелочка из этого отношения? Тогда и только тогда, когда мы можем из X в Y, из X в Z попасть по пути из двух стрелочек, который сначала ведет нас по P, а потом по Q через какую-то промежуточную точку Y. Собственно говоря, принадлежность пары X, Z отношению, она и означает существование такой промежуточной точки. То есть, по сути дела, композиция склеивает пути из двух стрелок, возможно, по разным отношениям, в одну стрелку. В этом состоит ее основная роль. Ну, вот, простое замечание, совершенно тривиальное, что если так оказалось, что P – это отношение между множествами A и B, и Q – это отношение между множествами B и C, то, конечно, их композиция – это будет отношение между множествами A и C. То есть, понятно, что если вот эта штука X лежала в A, Z лежала в C и Y лежала в B, то вот у нас получается именно такая картинка. Ну, какой можно привести пример бинарного отношения? Пример композиции. Ну, давайте приведем пример из конспекта. Ну, например, пусть A – это будет множество читателей, скажем так. Читатели. C – писатели. Ну, и B, допустим, книги. Вот такой неформальный пример. Что тогда означает, что X, Y? И у нас будет два бинарных отношения. У нас будет отношение P между множествами A и B, которое означает, что… Что значит X, P, Y? Это означает, что Y читал книгу… X читал книгу Y. Y – это книга. Ну, и, соответственно, у нас будет Q между B и C. И понимаем мы это следующим образом. Y, Q, Z – это просто означает, что книга… Y написана, написана автором Z. Ну, тогда что означает, что X, Z – это отношение… Что пара X, Z принадлежит отношению P композиция Q? Ну, это просто означает, что X читал некоторую книгу писателя Z. То есть, существует вот такой вот Y, в данном случае эта книга. Хорошо. Ну, мы все-таки будем достаточно кратки, и разные конкретные вопросы отложим к семинару. Сейчас я докажу две простых, но важных теоремы, которые раскрывают алгебраические свойства композиции и операции обращения. Ну, давайте еще раз посмотрим на определение композиции, чтобы его потом не воспроизводить. Итак, композиции принадлежат все те пары X, Z, которые соединены путем из двух стрелок. Сначала по P, потом по Q. Теорема, которая нам нужна такая – это закон, так сказать, ассоциативности. Ассоциативность – это свойство перестановочности скобок. Ассоциативность, перестановочность, конечно, по-русски сказать даже лучше, ассоциативность композиции. Но перестановочность как раз коммутативность, которой здесь нет. Сочетательный закон по-русски называется, ассоциация, да? Хорошо, ассоциативность композиции для любых бинарных отношений P, Q и R имеет место следующее. Вот если я возьму сначала композицию P и Q, а потом композицию этого отношения с R, то получится совершенно то же самое, что если я возьму композицию P с композицией Q и R. То есть скобки на самом деле можно не писать, потому что как они стоят – все равно. Ну, чтобы это доказать, нам на самом деле понадобится использовать свойства квантеросуществования. Ну, подобно тому, как доказывая тождество алгебры логики типа закона Деморгана, тождество алгебры множеств типа закона Деморгана, мы ссылались на логические тождества, на свойства логических связок, там конъюнции, дизюнции, ну, и точно так же здесь мы будем ссылаться на логические свойства квантеросуществования, которые свойства будем понимать как интуитивно-очевидные, то есть мы опираемся на нашу естественную логику, на основе которой пытаемся строить математику. Ну, итак, значит, что же означает, ну, давайте буквки возьмем не такие, как в конспекте, что значит, что пара Х, W попадает вот в такое вот отношение. Это означает, что есть какая-то промежуточная точка, назовем ее Z, такая, что у нас пара Х, Z попадает вот в такое отношение, а пара Z, W, она уже попадает в R. Так, ну, хорошо. Здесь, на самом деле, еще один квантер существования содержится. Давайте распишем. Существует Z, такое, что существует Y, такое, что X, P, Y и Y, Q, Z, скобки закрываются, ну, а здесь Z, R, W. Ну, и вот тут мы с вами делаем следующее интуитивно понятное наблюдение. Смотрите, вот у нас, вот эта часть скобок, она не зависит от Y, а тут Y нет. То есть мы говорим, что существует такой Z, что имеет место некоторые свойства, и еще существует Y с каким-то другим свойством. Но мы можем вот этот квантер вынести наружу, то есть сказать, что существует такой Z, и существует такой Y, что верно то, что было для Y, но еще и верно то, что от Y не зависит. Ну, действительно, а почему бы и нет? Вот существует Y с таким свойством и таким, потому что оно от Y не зависит, значит, для любого Y оно выполняется. Вроде бы достаточно убедительно. Следующее логическое наблюдение, ну, когда мы говорим, существует A и существует B, такие что, или там существует A такое, что существует B. Но порядок этих квантеров можно поменять, потому что, по сути дела, тут сказано, что существует Z и Y, но с каким-то таким вот свойством. Можно сказать наоборот. Вот существует Y, существует Z, такие, что верно то, что у нас вот в этих скобках написано. Более того, мы можем тоже, пользуясь ассоциативностью конъюнкций, здесь скобочки переставить. И что же мы видим? Мы видим, что вот эта вот часть, она не зависит от Z. Значит, квантер по Z можно точно так же внести внутрь, как мы прежде его вынесли. Ну, точнее говоря, вынесли квантер по Y. Получается такая вещь. Ну, и что же здесь написано? Существует Y, такой, что X, P, Y, и есть путь из двух стрелочек, из Y в дубль V, который сначала проходит по Q, Q, ну, а потом он проходит по R. Так, ну, а вот эти вот вещи говорят нам что? Что существует путь из X в W, который сначала проходит по P, потом он идет в какую-то промежуточную точку Y, из которой он проходит вот по такому отношению. Пара принадлежит такому отношению. Итак, любая пара принадлежит левой части тогда и только тогда, когда она принадлежит и правой. Ну, так как там ничего, кроме пар, нет, а каждое множество, являющееся парой, представляется в виде пары единственным образом, там первая и вторая координаты однозначно определяются по нашему критерию равенства пар. Ну, значит, любой элемент левого множества является элементом правого. И наоборот. И так имеет место такое удобное, на самом деле, равенство. Мы можем это заметить и уже пользоваться этим фактом, не задумываясь механически, так как мы это делаем в разных алгебраических преобразованиях. Более того, раз все равно, как ставить скобки, мы их можем и вовсе не ставить. Ну, считаю, что по умолчанию они как-нибудь там группируются, например, налево. Хорошо. Ну, а теперь, получив вот это свойство, мы с вами докажем еще одну алгебраическую теорему, которая говорит нам о том, что такое обращение-композиция. Обращение-композиция. Ну, опять же, для любых двух бинарных отношений П и Ку обращение их композиций, это будет не что иное, как композиция обращений, вот что принципиально, в обратном порядке. Доказательство, опять же, совершенно несложное. Ну, что значит, что пара Х-З попала вот в такое отношение? Значит, что пара З-Х попала вот сюда. То есть, есть такой И, что у нас З-П-Ю, то, которое написано вторым, действует первым, и И-К-Х. Так. Ну, а что дальше? А дальше мы давайте перевернем здесь. З-Ю попадает в П тогда и только тогда, когда И-З попадает в П-1. Ну, аналогично и здесь Х-К в минус 1-Ю. Теперь нам ничто не мешает заметить, что конъюнкция коммутативна, то есть порядок конъюнктов, можно переставить, переменить, переставить их, поменять местами, и мы с вами получаем, что у нас из Х в У есть путь вначале по К в минус 1, затем по П, то есть пара из Х в З. Значит, пара Х-З, она попадает вот в такую композицию, что, собственно говоря, и требовалось. Хм. Ну, что же. Довольно любопытно, конечно, смотреть, что здесь происходит. На самом деле, из этих двух свойств мы можем, ну, а также свойств типа того, что обращение, объединение равно объединению обращения, из этих свойств мы можем получить достаточно много интересных фактов, которые так сразу на ум и не приходят. Но давайте обратим внимание вот на что. А не видели ли мы раньше какой-нибудь такой структуры, где бы у нас была бинарная операция с свойством ассоциативности и операция обращения, которая бы вот так вот относилась бы к нашей бинарной операции композиции, вместе с тем сама была бы инверсией, в том смысле, что обращение обращения это исходная исходная объект. На самом деле, возможно, слушатели помнят, что у нас такое было. помните, у нас было ап было ап вот для строк. У нас была ассоциативность и у нас была операция реф вот с таким свойством. и также реф от ап ст это было ап от реф т реф с. То есть, что-то типа композиции обратных в обратном порядке. налицо, по-моему, аналогия. Но математика, она аналогиями, конечно, очень интересуется. Но чего-то нам здесь все-таки не хватает до полной аналогии. На самом деле, если вы помните, у нас еще были такие пустые скобки, пустая строка, такие, что при взятии конкатенации строки с пустой строкой, строка наша не менялась. Есть ли здесь такой аналог? Ну, оказывается, есть, но не совсем. Тут нам надо немножко ограничиться. В самом деле, давайте посмотрим, что же имеется в этом формате. Значит, определение, ну, или точнее, это просто термин, тут ничего особенно нового не возникает. Мы говорим, что R это отношение, ну, имеется в виду бинарное, других мы не рассматриваем, отношение на множестве A, но если у нас R, это просто подмножество декартового квадрата, то есть вот второй степени декартовой множества A. Мы говорили, что если R это подмножество A умножить на B, это отношение между A и B, ну, а здесь у нас отношение между A и A, оно называется отношением на A. И вот среди таких отношений у нас действительно есть такой нейтральный элемент, который при умножении и слева и справа не изменит наше отношение. Значит, мы вводим такую штуку, как ID, тождественное отношение на A. Оно называется, обозначается ID A. Что это такое? Ну, опять-таки вещь совершенно простая, как мычание. Хотя бывает некоторых студентов смущает. Что это такое? Это пары вида XX для всех элементов нашего A. Ну, или если прямо формально, если кто любит формалистику, это все такие Z, которые принадлежат P, от P, от объединения A с A, то есть от A, такие, что существует такой X, естественно, принадлежащий A, это можно явно не указывать, что Z равно XX. Ну, Ну, на самом деле, такая запись нам нужна скорее, чтобы показать, что такое множество существует, то есть его существование следует из наших принципов построения множества. Такая более экономная запись показывает нам, ну, в чем там реальное дело. То есть это отношение, состоящее из пар одинаковых элементов. Давайте посмотрим, что же там происходит. Давайте возьмем, например, множество, состоящее из трех элементов. 2, 4, 5. Как же выглядит его тождественное отношение? Там будут пары 2, 2, 4, 4, 5, 5. Ну, естественно, больше там ничего не будет. Ну, и давайте на этом множестве заведем какое-нибудь отношение. Например, оно будет состоять из пар 2, 4, 5, 2, ну, и, скажем, 4, 4. Вот такое вот бинарное отношение. Его полем является наше множество. Нарисуем соответствующие стрелочки для R. Ну, вот, если мы, например, возьмем композицию R и R, какие у нас там будут пары? Там будут те пары, которые соединены путем из двух R-стрелок. Ну, например, мы видим, что 5 R2, да, и 2 R4, поэтому пара 5, 4, она соединена путем из двух стрелок, она, естественно, попадает вот в такую вот композицию. Что еще туда попадает? Ну, мы можем сказать, что у нас 2 R4 и 4 R4, поэтому пара 2 4 тоже, конечно, попадет в композицию. Кроме того, 4 R4 и 4 R4, то есть из четверки есть путь в четверку из двух стрелок. ну, и больше ничего там, конечно, нет. А какие, интересно, пары попадают в R и A? Давайте смотреть. Вот, например, из пятерки. Куда можно пройти сначала по id, потом по R. Ну, по id можно пройти только в пятерку. Ну, а по R из пятерки мы можем попасть в двойку. Значит, естественно, здесь будет пара 5-2. Из двойки мы можем по id попасть только в двойку, а дальше только в четверку, значит, будет пара 4-2. Ну, из четверки мы можем по id попасть в четверку, из самой четверки по R только в четверку. Значит, здесь будут такие пары. Обратите внимание, совершенно то же самое, что те пары, которые у нас содержатся в R. Ну, если немножко подумать, можно заметить, что вот такая вот композиция, она тоже будет равна R. Вот у нас аналог пустых скобочек, пустой строки в структуре с UP и REF. Нейтральный элемент. Такая штука, при взятии композиции, с которой наше отношение не меняется. Естественно, это общий факт, который совершенно тривиально доказывается, что я оставляю в качестве упражнения. для любого бинарного отношения на множестве A, R композиция ID A равно ID равно такой композиции, все это вместе равно R. То есть перед нами нейтральный элемент. Важно заметить, что как и в случае REF этот R R в минус первой не является обратной в том смысле, чтобы при композиции обязательно получался нейтральный элемент. существует такое множество A, существует такое отношение R, что R композиция R-1 это вовсе не IDA. Ну, на самом деле примеров много, их легко построить, даже, может быть, мы можем посмотреть на сюда, значит, R в минус первой у нас, скажем, принадлежит какая стрелка? Ну, например, 2,5, да? Стрелка 2,5 принадлежит R в минус первой, то есть, можем сказать, что 2 R в минус первой 5 и 5 R2. Ну, то есть, соответственно, у нас вот такая пара 2,2, так, ну, это как раз неинтересно. Это как раз неинтересно на самом деле. Вот как у нас тут. Вот. Ну, в общем, пример там, на самом деле, несложный. Можно взять натуральные числа и в качестве r, например, взять отношения меньше. Ну, как я уже говорил, это остаётся в качестве упражнения. Хорошо. Значит, итак, у нас есть нейтральный элемент, у нас есть операция композиции, у нас есть операция обращения. Вот получилось то, что называется полугруппой, то есть это в честь того, что у нас есть ассоциативная операция с инверсией, в честь того, что у нас есть вот такое вот обращение, согласованное с композицией. Ну, и полугруппа – это ещё содержит единицу, то есть нейтральный элемент, взятие композиций, с которым ничего не меняет. Ну, такая вот тут алгебраическая структура. Ну, опять же, не хотелось бы дальше на этом задерживаться. На семинаре мы рассмотрим много упражнений на эту тему. Давайте пойдём дальше. Вот такая тема, как образ множества под действием бинарного отношения. Многих студентов шокирует понятие образ множества под действием функции, прообраз. Ну, шокируют они тем, что они так с виду по-разному определяются, и можно там запутаться. Но если мы всё это поставим на такую, придём к такому равномерному виду для произвольного бинарного отношения, то, собственно говоря, проблемы никакой не будет. Значит, определение, вообще идея следующая. Ну, вот смотрите. Представьте себе, что у нас есть какое-то бинарное отношение, да? Ведь это множество стрелочек. То есть множество пар. Ну, вот нам может быть интересно, в какие точки можно попасть по стрелочкам из какого-нибудь множества. Ну, вот если это, скажем, отношение R. И давайте возьмём множество X, которое состоит из точек 3, 4 и 5. Вопрос. А куда можно по стрелочке попасть из какой-нибудь точки в X? Ну, вот, например, в пятёрку мы можем попасть из тройки. Тройка принадлежит X. То есть в пятёрку можно попасть по стрелочке одной из X. Аналогично в четвёрку можно попасть по стрелочке из точки X. И в двойку можно попасть по стрелочке из точки в нашем X. При этом, обратите внимание, в единицу попасть из X нельзя по стрелочке. Как и нельзя попасть в тройку. Тройка уже сама в X, но никакая стрелочка не ведёт в тройку из точки X. Ну, и, соответственно, мы вводим такое понятие. R. Дальше я буду писать квадратные скобки, чтобы отличить это от значения функции. R от X – это произносится следующим образом. Образ множества X под действием бинарного отношения R. Это множество, которое определяется следующим образом. Это все такие, ну, давайте букву A и B будем использовать. Все такие B-шки из множества вторых координат пар нашего отношения, что есть такая точка в X, что из неё ведёт стрелка, R-стрелка в нашу точку B. То есть, что это такое? Это концы, опять-таки, неформально, но наглядно, концы R-стрелок, вторые координаты пар, концы R-стрелок с началами во множестве X. При этом никаких требований к R, кроме того, чтобы это было бинарное отношение, и к X не предъявляется, пусть теория бинарное отношение и X множество, совершенно любое. Как мы знаем, как говорил Георг Кантер, один из основателей теории множеств, сущность математики в её свободе. Мы стремимся к таким, возможно, более общим конструкциям с наименьшим числом ограничений. Ну, вот X может быть любое множество. То есть, что такое образ? Образ – это просто все концы стрелок с началами в множестве X, каким бы оно ни было. Ну, например, в качестве упражнения можно доказать, что образ пустого множества всегда будет пустым, потому что оно не существует, а которое было бы пустым, то есть, условие вот такое вот будет ложным. Ну, и кроме образа мы вводим понятие прообраза. На самом деле, прообраз – это просто образ под действием обратного отношения. То есть, соответственно, что такое R в минус 1 от X? Вот такая штука – это образ под действием отношения. R в минус 1, это называется прообраз множество R, извините, множество X под действием R. То есть, прообраз под действием R – это то же самое, что образ под действием R в минус 1. Не более и не менее. Ну, неформально, на самом деле, можно видеть, что такая штука, она является множеством просто всех начал. Начало R стрелок с концами в X. Ну, почему? Почему это так? Потому что как раз наше обращение, оно у каждой стрелки, у каждой пары конец и начало меняет местами. Первую и вторую координату. Ну, давайте, что ли, примеры какие-нибудь приведем. Вот у нас уже X было. Давайте посмотрим, что же у нас будет прообразом множества X под действием R. Но это ровно те такие точки, в которые из X ведет R минус стрелка по R минус 1. Давайте нарисуем такие стрелки. Вот. Из четверки, из пятерки в тройку ведет такая стрелка. Из двойки в четверку. Ну, и из тройки в единичку у нас идет стрелка из отношения R минус 1. Вот. Откуда мы можем по красной стрелочке попасть в X? Куда мы можем по красной стрелочке попасть из точки в X? Ну, и из тройки, например, мы можем попасть в единицу по красной стрелочке. И все. Из пятерки в тройку. Из четверки тоже в тройку. Вот. Ну, а больше мы никуда попасть по нашей стрелочке красной из X не можем. Ну, и с другой стороны, если на это посмотреть с точки зрения R, то это все такие точки, откуда мы можем по R попасть в X. В X мы можем попасть, естественно, из трех. Она сама в X, но это не важно. В точку в X мы можем попасть из тройки, ну, и мы можем попасть из единицы. А вот, скажем, из двойки не можем, из четверки, из пятерки не можем по R стрелочке попасть в X. Существует много всяких тождеств для этих самых образов и прообразов. Некоторые из них даже довольно полезны, особенно, когда речь идет об их применении к функциям. Ну, давайте, чтобы наша лекция не была такой уж совсем бездоказательной, что-нибудь докажем. Для любого R, ну, в смысле бинарного отношения, для любого X, для любого Y, образ объединения двух множеств всегда равен объединению их образов. Вот это вот имеет место всегда. Ну, давайте попробуем это доказать. Тут у нас равенство двух множеств, значит, нужно доказать два включения. Допустим, что у нас вот есть какое-то такое число B. Я говорю число, но вы можете сказать элемент. Суть дела от этого не меняется. Допустим, вот у нас есть элемент B такого множества. Что это значит? Ну, я напомню, что это множество всех таких B, для которых найдется A в объединении X и Y, из которого мы могли бы в наше B попасть по одной стрелочке. То есть, если B принадлежит такому множеству, то существует A, принадлежащее объединению X и Y, такое, что A, R, B. Ну, на самом деле, что значит, что A попало в объединение? Поэтому у нас получается два случая. То есть, существует A, такое, что A принадлежит X или A принадлежит Y и A, R, B. Сделаем эквивалентное преобразование. Раскроем здесь скобочки внутри. Получается, A принадлежит X и A, R, B. Или A принадлежит Y и A, R, B. Моя голова совершенно свободна. Я ни о чем особо не думаю. Делаю только такие преобразования. Но дальше смотрите. Опять логика. Существует... Когда существует белый единорог или черный единорог. Ну, тогда и только тогда, когда существует... Ну, это не P, а что-нибудь, другой Q. Когда у нас существует A, который является белым единорогом или является черным единорогом. Ну, тогда и только тогда, когда существует белый единорог или существует черный единорог. То есть, существует A, удовлетворяющий одному свойству или другому. Тогда и только тогда, когда у нас существует A с одним свойством или существует A с другим свойством. Ну, а то, что здесь написано, это, естественно, говорит нам, что B принадлежит такому множеству, ну, или B принадлежит образу Y. Ну, и это, в свою очередь, означает, что B принадлежит объединению этих двух образов. На самом деле, все наши переходы были равносильными, по сути дела. Ну, потому что, например, отсюда уже следует, что B попадает в рейнчер, поэтому у нас все вот эти вот переходы равносильны. То есть, по сути дела, мы получили, что для любого множества B условия принадлежать образу объединения и принадлежать объединению образов, они логически эквивалентны. Ну, то есть, мы сразу одним ударом доказали с вами равенство двух множеств, показав, что условия принадлежности к ним логически эквивалентны. Но дальнейшее предполагается разбирать на семинаре, а мы двинемся немножко дальше и затронем, даже, я бы сказал, новую тему. Бинарные отношения – это, конечно, хорошо, но нас будут интересовать не столько бинарные отношения вообще, сколько их некоторые более узкие классы. Именно мы хотим определить функции. Мы хотим в теории множеств определить функции. Что такое функция? Ну, на самом деле, довольно долго люди, и такие люди, как Эйлер, классики математического анализа, они сильно не задумывались над тем, что такое функция. Для них функция означала некоторую зависимость. Ну, я не знаю, там, вроде зависимости кинетической энергии тела, как его физической характеристики, от его, ну, скажем, скорости. То есть функции понимались как связи того, что они называли величинами, то есть какими-то количественными характеристиками. Но все это, конечно, довольно туманно, и при абстрактном анализе теории функций, матанализа, при попытках свести его к арифметике, строго определить исходимость, предел, то, чем занимались во второй половине девятнадцатого века, при этом возникла нужда и в том, чтобы функцию определить чисто формально, не как зависимость или закон, то есть что-то такое довольно сложное, непонятное, а определить функцию как множество некоторого специального вида. Основная идея здесь следующая. А мы не будем говорить, что а, что одна величина зависит от другой. А мы просто положим в функцию все пары вида аргумент значения. Вот прямо все такие пары. То есть что такое, например, синус? Ну вот мы знаем, например, что синус нуля равен нулю. Вот мы и положим туда такую пару. Мы знаем, что синус пи равен нулю. И такую пару положим. И так далее. То есть мы с вами хотим вот эту вот зависимость, то есть непонятно что, разбить на конкретные пары. Аргументы, соответствующие ему значения. При этом, конечно, таких пар для маломальски интересных функций, их оказывается обычно бесконечно много. Ну что же. А ничто не мешает нам рассматривать бесконечное множество. То есть мы хотим смоделировать функцию как бинарное отношение специального вида. Мы хотим, чтобы функции были специальными отношениями, бинарными отношениями какого-то специального вида. Множествами пар. Это позволит нам чисто абстрактно-логически с ними обращаться. То есть упростить наше доказательство, упростить наше рассуждение, сократит роль интуиции в них. То есть мы нашу интуицию, нашу изобретательскую способность побережем для чего-то более интересного, чем многократное рассмотрение одних и тех же, в общем-то, тривиальных проблем. Ну и действительно такой подход дает прогресс в математике. Но прежде чем переходить к этим самым бинарным отношениям специального вида, давайте поймем, что же за специальный вид. Мы хотим с вами ответить несколько черт, которым обязана или может удовлетворять бинарное отношение, которое претендует на звание функции. Мы сейчас про нашу задачу введения функций временно забываем и просто спокойненько, без всяких, так сказать, философских заскоков даем определение. Мы говорим, что совершенно произвольное бинарное отношение R называется функциональным, но все-таки пока не функцией, функциональным. Называется функциональным, если, ну и только если, как всегда в определениях, для любых, X, Y и Z, если у нас X, R, Y и X, R, Z, то тогда Y равен Z. Ну давайте посмотрим на эту формулу. По сути дела, ей соответствует некоторая картиночка, что вот если так оказалось, что у нас из X ведет стрелка и в Y и в Z, то тогда необходимо, чтобы они были равны. То есть в разные Y и Z из X стрелка идти не может. То есть наше отношение, оно является, ну, образно говоря, таким нерасщепляющим. Не может из одной точки ввести стрелок в две других, две разных. Но это соответствует как раз тому, что у функции в каждой точке есть ровно одно значение. Ну, может быть, вы вспомните о многозначных функциях комплексного анализа, но на самом деле все это, конечно, сводится к однозначным обычным функциям и является ничем иным, как способом речи. Вот мы, конечно, ждем от функции, чтобы у нее в каждой точке значение было, как здесь написано, не более чем одно. Пока, впрочем, тут не гарантировано, что из X обязательно идет стрелка. Сказано лишь, что не может быть двух разных стрелок, двух разных пар, то есть с разной второй компонентой. Бинарное отношение называется инъективным. Бинарное отношение называется инъективным, если имеет место следующее. Для любых X, Y и Z, если у меня YRX и ZRX, то Y равен Z. Обратите внимание, насколько здесь все похоже. Только Y и X поменялись местами. По сути дела, R заменилась на R в минус первой. Соответственно, картинки это означает что? Что если у меня из Y ведет стрелка в X и из какого-то Z ведет стрелка в X, то они не могут быть разными. Они обязаны быть равны. Таким образом, бинарное отношение инъективно, если оно, образно говоря, не является склеивающим. Если из разных точек не может вести стрелка в одну. Стрелки с разными началами имеют разные концы. Ну и подобно тому, как функциональность означает, что стрелки с разными концами обязаны иметь разные начала. Инъективность и функциональность, опять-таки, очень похожи друг на друга. Совершенно очевидно, что если R функциональна, то обратное отношение будет инъективным. Ведь вот это вот означает, это эквивалентно тому, что пара X, R в минус первой попадает, пара XY попадает в R в минус первой. Ну а это эквивалентно тому, что пара XZ попадает в R в минус первой. То есть вы видите, что если R инъективна, то R в минус первой функциональна. И наоборот. Давайте это утверждение сразу зафиксируем. R функциональна тогда и только тогда, когда R в минус первой инъективна. То есть функциональность отношения эквивалентна инъективности обратного. Ну и, естественно, инъективность отношения эквивалентна функциональности обратного. Ну почему? Потому что это же для любого R. Подставьте сюда вместо R, R в минус первой. Получится, что R в минус первой функциональна тогда и только тогда, когда R в минус первой в минус первой, то есть R инъективна. Это, по сути дела, одно и то же. Учитывая, что R в минус первой в минус первой равно R. То есть эти свойства, они некоторым образом являются двойственными. И есть вторая группа свойств. Они значительно отличаются от этих двух, но зато похожи друг на друга. Отношение R называется тотальным или всюду определенным по-русски. Мы не говорим по-русски ради краткости. Всюду определенное. Оно называется тотальным или всюду определенным для какого-то множества Z. То есть здесь есть параметр. Вообще говоря, не имеет смысла говорить о том, что отношение вообще тотально. Оно тотально для какого-то множества. Значит, R тотально для Z. Если для любого X из Z у нас имеется такой Y, что из этого X ведет стрелочка в Y. То есть какая картинка? Какую точку в Z вы не возьмите, из нее обязательно идет R-стрелка. То есть из каждой точки Z ведет R-стрелка. Например, функциональность плюс тотальность говорят для какого-то Z. Говорят, что из любой точки Z выходит R-стрелка, и при том только одна. Ну, это уже похоже на то, чего мы ждем от функции. Ну, и четвертое свойство. Мы говорим, что R сюръективно для Z, если для любого Y на этот раз из Z существует X такое, что XRY. То есть теперь картинка меняется. Теперь у нас в каждую точку множества Z приходит какая-то R-стрелка. Ну, опять-таки, совершенно очевидно, что если R тотально для какого-то Z, если у нас в каждую точку, из каждой точки Z выходит R-стрелка, то значит в каждую точку Z приходит R-1-стрелка. Ну, и наоборот, если у нас в каждую точку Z приходит R-стрелка, то из каждой точки Z выходит R-1-стрелка. То есть мы можем с вами сказать, сделать утверждение аналогичное тому, что у нас было для любого R, для любого Z, а R тотально для Z тогда и только тогда, когда R-1 все реактивно для того же самого Z. Ну, и наоборот, R все реактивно для Z тогда и только тогда, когда R-1 тотально. То есть одна картиночка превращается в другую обращение. Хорошо. Вот такое вот дело. Немножко терминология. Мы сказали, что тотальность и сюрреактивность зависят от параметра, но вместе с тем, наверное, вам приходилось слышать такие слова. Функция является сюрреактивной, и при этом никакого множества не указывалось. ну, если что-то не указывается, ну, бывает так, что оно просто подразумевается. То есть мы говорим, если вот у нас R – это какое-то отношение между A и B, если множество A и B известны из контекста, то говорят, что R просто тотально, просто тотально, без уточнения, если R тотально для A. Ну, и совершенно аналогично. R просто сюрреактивна, если R сюрреактивна для B. вот такие вот терминологические соглашения. Ну, пожалуй, мы сейчас не будем разбирать или даже, не знаю, разобрать или нет пример. Давайте разберем пример, опять-таки, какой-то конечный, какой-нибудь конечный пример, а потом мы дополним наш запас утверждений и закончим лекцию. Значит, пример будет такой. Давайте скажем, что вот у нас R такой, я сразу просто нарисую картинку. 1, 1, 2, 5, 4, 4, 7, 8, 9. Вот наше отношение R. давайте давайте в качестве A возьмем просто его домен, то есть все те точки, из которых выходят R-стрелки. Что же это за точки? Это 1, это 2, это 5, это 8. В качестве B мы возьмем range R, то есть все точки, в которые выходят R-стрелки, это, соответственно, 2, четверка, пятерка, семерка, девятка. Вот. Ну, понятно, что тогда R у нас это отношение между A и B. Возникает вопрос, является ли оно функциональным, сюръективным и прочее. Давайте смотреть. Является ли R функциональным? Что такое функциональность? Функциональность означает, что из одной точки не может вести стрелок в разные точки. Здесь у нас, как видите, функциональности нет. Потому что у нас из двойки ведут стрелки в разные точки, в четверку и в пятерку. Итак, функциональности нет. Давайте посмотрим, есть ли инъективность. Инъективность говорит, говорит, что не могут в одну точку вести две разные стрелки. Но в двойку ведет только одна стрелка, в единицу ни одной, в четверку, в пятерку, в семерку по одной, в девятку по одной, в восьмерку ни одной. Но значит, инъективность у нас есть. Нет двух разных стрелок, заходящих в одну точку. Является ли R тотальным? Для какого множества? Например, для своего домена. Для своего домена она, конечно, тотальным будет. Потому что любое отношение, конечно, тотально на своем домене. Но давайте возьмем какое-нибудь другое множество. Ну, например, X. X какой-нибудь. Z. Нам не очень интересно. Значит, Z пусть состоит из точек, например, 8, 2, и 5. Вот из таких точек. Из каждой из этих точек, как видите, выходит R стрелка. Поэтому тотальным оно будет и для Z. Будет ли R сюрреективным? Для Z. Верно ли, что в каждую точку из этого множества входит R стрелка? В двойку входит, в пятерку входит, в восьмерку не входит. Нет. Ну, вот. Ну, вот, примерно так. Можно вообще, если вам предлагают строить пример отношения с какими-то свойствами, я рекомендую начинать с конечного, а не с бесконечного отношения, что-то там меньше, или какая-нибудь функция, или еще что-то в этом роде. С конечного проще управиться, проще их представить себе. Ну, и закончим мы нашу лекцию вот таким вот утверждением. Смотрите, мы доказали, что отношение функционально тогда и только тогда, когда его обращение инъективно, и тотально для любого множества тогда и только тогда, когда его обращение сюрреективно для того же самого множества. Оказывается, вот все эти свойства замкнуты относительно композиции. Все эти свойства они являются замкнутыми относительно композиции. Это, конечно, принципиально. Ну, и чтобы не говорить там тотально для того, сюрреективно для другого, давайте мы зафиксируем отношения между какими множествами тут рассматривается. Пусть у нас на очку это отношение между А и Б, то есть тотальность Ку будет означать тотальность относительно А, и Р это отношение между Б и С. Тогда мы говорим, что если Ку и Р функциональны, то тогда у нас функциональна их композиция. если у нас Ку и Р инъективны, то инъективны их композиция. Если у нас Ку и Р тотальны, обратите внимание, Ку тотальны для А, Р тотальны для Б, естественно, то их композиция тоже будет тотальна для какого множества? Для А, потому что домен такой композиции, это значит, он является под множеством домена, домена является под множеством множества. Так, четвёртое. Если Ку и Р сюрреективны, то их композиция тоже сюрреективна. То есть, все эти четыре свойства сохраняются композицией. Давайте это докажем. На самом деле, благодаря вот такой вот двойственности, нам с вами достаточно разобрать только пункты 1 и 2, то есть, 1 и 3. Ну, в самом деле, пункт 1. Ну, если у нас Ку и Р функциональны, это нам дано. Что мы хотим? Мы хотим показать, что Р Ку функциональны. Функциональны. Ну, поехали. Значит, что означает функциональность такой композиции? Для любого Х, для любого У, для любого З, если у нас пара Х-У попала в композицию, и пара Х-З попала в композицию, то тогда у нас обязательно Y равен Z. Итак, допустим, что у нас действительно X Y в композиции и X-Z тоже в композиции. Что это означает? это означает, что у нас существует такое У, что X Q и U R Y, ну, и существует W, такое, что X Q W и W R Z. Так, теперь смотрите, что же мы видим отсюда? Мы видим, что у нас из X идет Q стрелочка и W и W, но у нас же Q функционально, Q функционально, значит, U равно W, вместе вот с этими вещами я отсюда получаю, что у меня из нашего U идет R стрелочка в Y и у меня из нашего U, которое равно W, идет R стрелочка в Z, но R тоже функционально, значит, получается, что Y равен Z, это, собственно говоря, то, чего я хотел, то, чего я хотел. Вот, то есть, если Q и R функциональны, то их композиция функциональна. Давайте посмотрим, как можно проанализировать случай инъективности. Ну, на самом деле просто. Значит, если у меня Q и R инъективны, то по утверждению, которое у нас было, Q в минус первой и R в минус первой, они являются функциональными. По пункту 1 их композиция, ну, на самом деле, в любом порядке это никакой роль не играет. Если вас смущает, что тут range Q включен в B и дом R включен в B, но всегда в качестве такого B можно выбрать объединение этих множеств, так сказать, range Q и домена R. А на самом деле, мы просто тут ничем не пользовались. Это не важно. Значит, по первому свойство мы можем заметить, что вот такая композиция, она тоже является функциональной. Композиция сохраняет функциональность. Но, с другой стороны, это что такое? Это RQ такая композиция в минус первой. То есть, оказалось, что обращение вот этой композиции функционально. Ну, значит, по утверждению, которое у нас было, сама такая композиция инъективна. Ну, и, в общем-то, аналогично мы могли бы перейти от третьего свойства к четвертому. Поэтому, давайте только третий проверим. Я хочу доказать, что из тотальности Q и R следует тотальности их композиции. Что же мне дано? Мне дано, что для любого X из A существует такой Y, такой, что X, Q, Y. Но, и для любого Y из B у меня существует такой Z, что Y, R, Z. Я хочу показать, что для любого X из A существует такой Z, что из X, ну, что пара X, Z попадает в нашу композицию. Ну, на самом деле тривиально, ну, вот, рассмотрим произвольный X из A, да, тогда найдется такой Y, что X, Q, Y. Ну, такой Y найдется, но если X, Q, Y, тогда Y попадает куда? Y попадает в range Q, Q, а Q это отношение между A и B, то есть Y попадает в B. Мы знаем, что для любого Y из B существует соответствующий Z. Тогда существует Z, такой, что Y, R, Z. Итак, я вижу, что X, Q, Y и Y, R, Z. Следовательно, у меня пара X, Z попадает в такую композицию. Вот такой Z нашелся. Вот. Ну, сюрреективность получается аналогично переходам к обратным отношениям. Итак, давайте резюмируем, что же мы установили. Мы поняли, что инъективность и функциональность, они переходят друг к другу при переходе к обратному отношению. Точно так же тотальность и сюрреективность для фиксированного множества. И, наконец, все четыре свойства сохраняются композицией отношений. На самом деле, эти теоремы, они очень простые, они дают нам массу интересных фактов, в том числе о функциях и прочем. а что такое функция, мы уже можем ввести, но по педагогическим причинам мы отложим этот момент до следующей лекции. Дамы и господа, благодарю вас за внимание. Всего хорошего. до Продолжение следует...